В этой жизни главное при любых обстоятельствах оставаться человеком. Здравствуйте! Это интервью я решил начать с жизненного кредо нашего гостя. Сегодня мы пообщаемся с Виталием Александровичем Черкасовым, преподавателем английского и немецкого языков, автором учебной пособия по английскому языку New English Way, создателем школы английского языка. Здравствуйте, Виталий Александрович! Здравствуйте! Очень приятно, что вы принимаете участие в нашем интервью. Я думаю, что будет интересно услышать ваше мнение, увидеть вас, собственно говоря, потому что, на мой взгляд, вы не уломивый мститель, вас вообще практически не увидишь, потому что настолько вы заняты и для нас честью, что вы смогли уделить свое драгоценное время столь плотным своем графике. Я думаю, что интервью будет интересным, полезным и актуальным, как для наших подписчиков, так, естественно, для учителей иностранных языков. Виталий Александрович, я тут натолкнулся на достаточно интересную информацию. Вы закончили факультет иностранных языков, являетесь лингвистом-переводчиком английского и немецкого языка, окончили военный государственный университет Министерства обороны Российской Федерации, работали, точнее, служили национальным центром уменьшения ядерной опасности в качестве старшего эксперимента-переводчика, достаточно внушающая такая информация. Каким образом вы оказались в образовательной среде? Педагогическая деятельность. Это может быть судьбоносный какой-то момент в вашей жизни произошел, или же какие-то другие обстоятельства повлияли на ваш выбор на сегодняшний день? Вы знаете, все абсолютно банально. Я даже до сих пор помню свое же высказывание, наверное, в классе в 10-м, после того, как на меня давила, скажем так, учительница по географии. Я вышел и сказал, что, господи, вот зачем ей это надо, и вообще, что это за профессия учитель, и зачем им становиться, в общем, неблагодарное это дело. Но получилось так, что еще будучи курсантом военного университета, я ехал в электричке и случайно познакомился с человеком, с мужчиной. Он попросил, узнав о том, что я курсант факультета иностранных языков, он попросил подтянуть его детей. Ну, в общем, началось это тогда еще с репетиторства. И мне показалось это очень простым. В период обучения даже уже этих детишек, а это было в 2000 году, уже первые мысли по поводу своего объяснения грамматики уже закрутились в голове, и я начал делать первые наброски на бумаге, на компьютере, и, в общем, начали рождаться первые файлы, которые впоследствии и, скажем так, были показаны уже в нашем учебном пособии серии New English Way. Замечательно, на мой взгляд, такой подход, и благое дело, которое вы совершили, на мой взгляд, судьбоносно. В конечном счете это с вами сыграло, на мой взгляд, хорошую шутку, потому что, зная ваше учебное пособие, которое, соответственно, я натолкнулся в интернете, New English Way, вы могли бы немножко, буквально 2-3 слова рассказать о этом учебном пособии? Очень интересное пособие. И некоторые, большинство, будем так говорить, в случае педагогов, хвалят. Вы знаете, здесь, в этом пособии, опять же, благодаря нашим коллегам из издательства «Титул», оно вообще изначально имело немножко другую концепцию, но после как раз встречи с главным редактором «Титула» Алексеем Васильевичем Корабеевым и Натальей Селениновой мы много что поменяли. Мы много что пережили в то время, когда вносили правки, потому что это был очень серьезный и очень даже длительный период не просто по правке, а по переработке, наверное, пособия, потому что мы внесли туда, именно мы внесли, не я внес, а мы внесли новую концепцию, которой, по большому счету, я считаю, что сейчас в современных учебниках нет. Там есть очень много всего, у нас там очень много фишек, которые отсутствуют в других изданиях. Последовательность сама, последовательность материала изложенного, то, как изложено, прекрасно поработали дизайнеры, работали все и работали на износ. Отдельное спасибо, понятно, это Наталье Селениновой, которая как раз являлась моим непосредственно курирующим редактором. Мы с ней пережили очень много, скажем так, пока пришли к общему знаменателю. Я думаю, что даже, может быть, наибольшие похвалы, которые я услышал, наверное, которые оценив в большей степени, это, конечно же, ее непосредственно и Алексея Васильевича. Они сказали, что книга получилась очень хорошая. Я больше, наверное, естественно, даже вот обрадовался, когда услышал именно их слова, потому что это очень дорогого стоит. Работа была проведена колоссально. Да, это дорогого стоит. Я с вами согласен абсолютно, когда дают оценку, на мой взгляд, такие корректи, как Канаби Полицын Васильевич, главный редактор издательства «Титул», те люди, которые приобщены к этому общему делу и которые делают достаточно большой успех, как мы сейчас издательство «Титул» себя зарекадовало с положительной стороны и занимает, на мой взгляд, достаточно такие плотные моменты на рынке образования. Вот у меня такой вопрос возник, исходя из вашего изложения, вашей информации, которую вы только что сказали, касательно по поводу учебного пособия, в том числе, что в учебном пособии содержится огромное количество, как вы выразили, с фишек, вы имеете большой преподавательский опыт. Каждый ли ребенок, на ваш взгляд, способен обладать иностранным языком? Вы знаете, каждый, абсолютно каждый. В данном случае я считаю, что эта работа, конечно же, в первую очередь, все зависит, конечно же, от возраста ребенка, но я думаю, что это все, наверное, в первую очередь я бы, наверное, положил на то, что преподаватель скажет на первом уроке, то есть то, как проведет первый урок. Вы знаете, я хочу сейчас, в ближайшее время, найти все-таки возможность и начать записывать, укомплектовывать свой канал на Юсюбе, и у меня будет отдельный ролик, посвященный именно первому уроку, потому что я считаю, что, наверное, может быть, по-своему, я все на свой опыт, конечно, всегда накладываю. Первые мои воспоминания о моем первом уроке английского языка и то, почему я дальше начал его изучать, хотя это все происходило в военном городке в 20 километрах от города Владимир, где, казалось бы, ни одного иностранца в Боязи на сотне километров нет, понятно, но учительница подобрала слова ко мне, да, и, в общем, я воспринял, что все это легко, и после этого начал изучать. Но, помимо всего прочего, здесь, конечно же, немаловажную роль играет еще отношение родителей к нашему предмету, потому что просто одного желания ребенка маловато. Нужно, естественно, посодействовать, поконтролировать, где-то сказать, где-то поднажать, где-то даже заставить. Поэтому здесь есть трудные дети, есть так называемые, мы их называем коррекционные дети, у нас занимаются в том числе и такие, да, иногда мы занимаемся, я понимаю прекрасно, занимаемся из-под палки, и да, иногда это, понимаете, как, наверное, выразиться получше. Им это не нужно, но нужно учителю, наверное, не то, что, может быть, даже проявить себя, а доказать, что ты сможешь из этого человека сделать еще более лучшего, из человека поинтереснее, скажем так. Ты развиваешь его, участвуешь в том числе в его воспитании. Да, несомненно, это достаточно большой трудоемкий процесс, особенно если связано с коррекционной педагогикой. Вы являетесь, на мой взгляд, уникальным образовательным учреждением, в том числе вы являетесь частным, если я не ошибаюсь, правильно? Вот ваши сейчас на данный момент позиции на рынке достаточно плотно занимают и представлены, и у меня следом возникает такой вопрос, как вам это удается? Не взирая на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, не взирая на то, что сейчас нужно быть конкурентно способным, что огромное количество существует образовательных организаций, это нужно соответствовать современным информационным системам, технологиям, методикам преподавания. Из чего вы черпаете, и какой у вас педагогический состав и административный состав, который вам помогает реализовать, на мой взгляд, успешную данную программу? Ну, первое, что я бы хотел сказать, что, во-первых, у нас идет вся ориентированность прежде всего на самого студента. То есть, во-первых, у нас нет учеников. У нас все от мала до велика, называется даже если тебе 5 лет, ты уже студент. Да, я, может быть, это отношу к английскому глаголу to learn, to study, да? Все, что происходит в наших стенах, это уже to study автоматически. Даже если это слова, потому что слова тоже можно давать определенным образом. Кстати, в плане педагогики, то, как, например, даже мы здесь преподаем, а иногда здесь начинают, мы учим учиться, скажем так. Потому что, не то, что я выговариваю своим коллегам, но 95% студентов, которые приходят к нам заниматься, отвечая на вопрос, как будет по-английски кошка, они говорят просто cat. Ты говоришь, нет, не cat, а a cat. Как же меня вот все учили, да, тебя все учили. Но выписывать слова, например, то есть начинать изучение того же самого лексического запаса, да, это, опять же, даже не каждый преподаватель, не каждый педагог делает своеобразным образом. У нас это все уже положено, скажем так, на определенные русла. И благо, что у нас уже действует именно наша программа, которая закреплена как раз в серии учебных пособий New English Way. Правда, мы сейчас уже с нетерпением ждем уже вторую часть. Титул сказал, что вот-вот сейчас мы работаем, сроки не можем сказать, но мы работаем вот-вот. Все уже, в общем, у нас, скажем так, в финальной стадии, я так предполагаю, мы сейчас ждем этого. Но помимо того, что у нас New English Way, это как раз серия учебников, которая рассчитана на студентов от 11, где-то от 11 лет, вся более младшая аудитория как раз у нас занимается, опять же, по мной написанным учебным материалам, которые мы передаем на безвозмездной основе. И это сделано, опять же, наглядно, в цветах, в красках. И, главное, самоучитель позволяет в том числе участвовать и родителям. То есть родитель всегда понимает, что там написано. Просто, если, опять же, касаться учебных материалов, потому что понятно, что мы тоже контролируем, по каким материалам наши конкуренты или... Да, не конкуренты, не знаю, я не люблю говорить о том, что в нашей сфере есть конкуренты. Наши коллеги используют какие-то учебные пособия, где дается, например, то же самое домашнее задание, а студент даже не знает, что там делать, потому что его, а, его не приучили переводить задания, и, б, эти задания, как правило, иностранных издательств, все на английском языке. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, ну, представьте себе, задание написано, например, с использованием perfecting времен, а само задание на, например, present simple. То есть здесь, наверное, как что-то неправильно. Ну, вот, а по поводу педагогического состава, естественно, первое, что я делаю, здесь все очень просто. Приходит человек, мы просто начинаем говорить на английском. Просто ни о чем. Поэтому я слушаю. Да, у нас есть такая тенденция, что в последнее время, да, выпускают специалистов, к сожалению, может быть, не очень высокого уровня, потому что бывало так, что даже я учил учителей не то, как преподавать, и тем более преподавать по своей методике, а иногда, в общем, даже какие-то банальные вещи приходится выставлять. Даже я уже не говорю по поводу произношения, потому что это иногда вообще до смешного доходит, когда я слушаю своих коллег, которые даже сейчас очень любят пиарить себя в соцсетях, даже именитых коллег, когда ты слушаешь, ты даже не понимаешь, что это за, может быть, заговор, то есть уэльский ли, ирландский ли, ну и так далее, либо тамбовский. Ну, извините, коллеги из Тамбова, я имею в виду, откуда-то издалека не связано с английским языком «Я». Вот, так что здесь у нас, опять же, по выбору преподавательского состава очень большую роль играет, конечно же, именно практика, то есть то, как человек именно говорит, живую речь преподносит. Ну, а потом уже в любом случае мы со всеми, скажем так, дотягиваем его знания и, может быть, методики до наших стандартов, потому что я вижу грамматику так, я хотел бы, чтобы моим студентам всем я давали именно так, в таком объеме, но при этом чувствуя каждого студента, потому что нет ни одной одинаковой группы, нет ни одного одинакового студента, который бы шел, вот, например, одна и та же тема, один человек понимает ее за 15 минут, другой за две недели. Индивидуальный подход. Да, все индивидуально, конечно. Индивидуальный подход. Виталий Александрович, а как у вас обстоят дела с лажировкой? В большинстве сейчас, мы будем так говорить, педагогов, измущаются, исходя из того, что приходит обучение в языковых школах, потом проходит в колледжах в том числе и в университетах, и когда сталкивается с такой проблемой, на мой взгляд, с дефицитом, поехать в возможность за границу, чтобы, как ни крути, продемонстрировать те свои возможности, которые есть, и получить ту необходимую языковую практику и в то же время окунуться в языковую сферу. Мы сейчас говорим про студентов или про педагогов? Про педагогов, конечно. Про педагогов. Смотрите, по поводу педагогов. Во-первых, в любом случае, я сюда, в наши стены, не приглашаю зеленых, скажем так, студентов, за исключением, наверное, тех случаев, когда, если, например, группы у нас невозрастные, маленькие, то есть из них как раз все лепится, но здесь, опять же, очень большой роль играет то же самое произношение, потому что, если это дети, да, там грамматика дается дольше, меньше лексических запасов, он, опять же, изучается дольше, но он должен преподаваться правильнее. В любом случае, здесь играет роль произношение, понятно, все это я контролирую. По поводу повышения квалификации, вы знаете, у нас есть, опять же, контакты с, в данном случае, именно с лондонской школой, с одной, да, мы с ними контактим периодически, но здесь, опять же, я считаю, что самое лучшее – это погружение, и у нас есть такая возможность, дело в том, что у нас довольно-таки большое количество в нашем южном регионе Московской области иностранных компаний, которые как раз приглашают нас для проведения переговоров, участия в каких-то мероприятиях и так далее, поэтому мы, в принципе, да, мы сразу же приходим туда, общаемся, разговариваем, иностранцев много, наций много, разные произношения, в общем, в данном случае у нас есть возможность здесь крутиться. Ну, а по поводу, опять же, письменных переводов, у нас тоже есть такая возможность, потому что иногда нам делают заказы по переводу литературы всевозможной, от технической до художественной, медицинская в том числе встречается, в общем, здесь мы тоже немножечко подкованы, то есть письменный язык, он тоже немножечко свой, здесь тоже практик твой. Да, я с вами согласен, что практика языковая должна присутствовать, тот базис, который должен находиться в каждом, заложен быть в каждом педагоге, ну, плюс ко всему, необходимо развиваться, самосуществиться, благодаря всех возможностей, встречаются онлайн-тренажеров, инструментов, в том числе вебинаров, мастер-классов, которые проводятся как в Москве, так и за пределами Москвы, на мой взгляд, здесь нужно не лениться, а принимать в этом активное участие. Кстати, я хотел бы добавить, прошу прощения, периодически посещаем конференции и в том числе вебинары, титул, он очень помогает? Да, да, титул огромное количество проводит всех возможных конференций, вебинаров, мастер-классов, это, на мой взгляд, очень уникально в этой возможности, и плюс ко всему, что Ретхатайк является не единственным специализированным издательством на территории Российской Федерации, поэтому огромное количество можно информацию увидеть на их сайте, также в ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Инстаграме. Вот у меня возник такой вопрос, исходя из различных онлайн-приложений, различных таких девайсов, которые сейчас применяют и ученики, и учителя, в том числе, для многих сейчас актуальна тема дистанционного обучения. Скажите, пожалуйста, Виталий Александрович, на Ваш взгляд, имеет ли эта образовательная модель какие-нибудь перспективы, не связанные с педагогической обстановкой страны и мира? Может ли это как-то в перспективе развиваться, и сможет оно в перспективе отстранить традиционную форму обучения, или это невозможно? Вы знаете, здесь две стороны медали. Конечно же, ничто не заменит… И никто. И никто не заменит присутствие человека рядом с тобой. Но наши реалии заставили нас немножечко изменить наше мнение. Конечно же, ты не чувствуешь своего студента, когда он находится где-то. Причем бывает даже такое, что как раз когда началась пандемия, доходило до такого, что даже интернет-ресурсы не справлялись с трафикой. Поэтому даже вплоть до того, что выключали видео просто на аудиосвязи. То есть ты даже и не видишь, благо, что слышишь студентов. Но, вы знаете, я думаю, что за этим в любом случае будущее. Объясню. Да, все 1 сентября, когда мы открыли после каникул довольно-таки продолжительных наши стены, кстати, во время пандемии, я думаю, что у нас, наверное, только процентов 5 от всего состава не смогло заниматься. И то ввиду только того, что студенты уехали в какие-то зоны, где, по сути, нет интернета. То есть бабушкам, дедушкам. Значит, что касается 1 сентября, конечно же, все сюда прибежали, все радостные, все начали заниматься. Но у нас, скажем так, появилась новая особенность в обучении. Ну, не знаю, конечно, для некоторых студентов это показалось немножечко нерадостным. Почему? Потому что, например, я закашлял, я, может быть, не пойду. Великолепно. Твоя группа сидит здесь, и, в общем, получается так, что 5 человек сидит здесь, 1 или 2 человека занимаются онлайн тут же. То есть если раньше люди непривыкшие, естественно, ну, просто отлынивали, ну, пропустил занятия там 2-3, ничего страшного, здесь у нас уже не получается. То есть получается так, что с данной системой, естественно, посещаемость увеличилась. Потому что уж лучше так, чем никак. Да, с вами есть. По поводу, вы знаете, когда я объясняю новым студентам насчет именно прелестей или плюсов-минусов заниматься онлайн, здесь я говорю одно и то же. Вы знаете, когда я даю тесты на слова, я просто не знаю, списывает ли студент или нет. Все. Но так как у нас все, да, 99% кто приходит заниматься, это как раз адекватные и желающие обучаться люди, естественно, такого, как правило, не бывает. Все. Ну, прежде всего, конечно, человек должен перед собой ставить задачу, что он обманывает себя, а не кого-то других. Он должен прекрасно понимать, в том числе будущий абитуриент, который оканчивает 11 класс и будут в перспективе поступать при сдаче экзаменов, единого государственного экзамена. Там не получится в таком формате и пристепителя, и ты обманываешься самому. Поэтому здесь, конечно же, во многом играет свое личное самосознание всего происходящего и заинтересованность, на мой взгляд. Да, интересный такой подход. Не получится схитрить, как говорится. Да. Виталий Александрович, вот мы пользуемся таким случаем, посмотрев вашу страничку в Фейсбуке, ВКонтакте, вы занимаетесь достаточно не только преподавательской деятельностью, вы успеваете перелечаться с делами и партнерами, вы встречаетесь в том числе с партнерами из издательства «Титул», в том числе вы с родителями, с детьми, с трудами коллеги в образовательных учреждениях. Когда вам все это успеваете? Когда вы все это успеваете делать? Как вам удается? Это очень хороший вопрос. Я не могу. Бурно общественной жизни. Я не знаю. Я не знаю, когда это у меня получается. В чем усилие? Это секрет. Вы знаете, не бояться, не бояться и работать. Наверное, так не опускать руки ни при каких обстоятельствах. Как мужчина ставить приоритеты для себя правильные. Хотя, вы знаете, опять же, у каждого свое счастье. Нельзя, наверное, в данном случае брать меня или кого-то другого под копирку. Да, я не верю, например, во все всевозможные курсы, тренинги по поводу личностного роста, как заработать, как еще что-то. Я знаю одну панацею – это работать. И быть настойчивым, несмотря ни на что, потому что даже когда писались учебные пособия, было очень много, когда ты с красными глазами за день мог написать, например, 8-10 листов, а потом 3 недели не подходить с мыслью, а кому это нужно, для чего это и так далее. В общем, настроение муза ушла. Но, в общем, наверное, нужно понять, для чего это тебе нужно. Я всегда хотел показать своему сыну пример. Наверное, из-за этого. Я хотел, чтобы мои родители мной гордились. Но, опять же, видите, не для всех. Кто-то… Я, например, не сложился как семейный человек. Видите, у меня, например, проблемы с личной жизнью, может быть, из-за того, что нет свободного времени. Да, то есть, благо, что я… И сын, у вас прекрасный сын, и можно наблюдать, сколько вы силы, труда и своего времени находите, занимаясь воспитанием своего сына. И можно посудить по тем же самым фотографиям и теми постами, которые вы делаете. Достаточно очень активная, бурная жизнь. Как педагогического работника, как менеджера, эффективного, на мой взгляд, и как любящего отца. Ну, стараюсь. Надеюсь, меня хватит на подольше. Да, надеюсь. Да, время у нас подходит к концу, к сожалению, Виталий Александрович. Хотелось бы у вас послышать ответ. Каковы ваши творческие планы на будущее? Можете ли вы поделиться своими замыслами с нашими подписчиками, да и с учителями иностранных языков? Было бы интересно, немножко приоткройте занавес своего замечательного, прекрасного замка. Ну, по поводу планов, вы знаете, планов всегда очень много. Осилить бы. Конечно же, планы сейчас это помочь титулу, чтобы, может быть... Но они меня не пускают уже во вторую часть, редактируют все сами. Сказали, Виталий Александрович, мы справимся, подождите. Потому что очень хочется там поприсутствовать. У нас, опять же, вы знаете, очень интересно, во второй части уже появляется еще что-то новое после первой. То есть, если в первой было очень много нового, во второй будет еще больше. Мы туда, ну, скажем так, про одну из фишек расскажу. Ну, это изучение английского языка на основе песен. Ух ты, здорово. Да, мы поставили туда порядка пяти текстов песен. Песни, которые, кстати, мне нравятся, лично мне. Ну, и подходят, опять же, по грамматическому контексту. Вписываются некоторые упражнения с ними. Ну, в общем, я понадеялся приучить студентов не просто бездумно слушать играющую на фоне музыку, а уже что-то там разбирать. Вот. Так что основные, конечно же, планы в плане преподавательской деятельности – это запустить наши учебные материалы. Более того, помимо этого, у меня написано еще четыре рукописи, значит, попарные, скажем так. Сейчас выходит первая пара, самая массовая, скажем так, от 11 и старше. Следующая пара – это для детей от 7 до 11. Ну, и есть еще пара учебных материалов, учебных пособий для детей от 5 до 7 лет. Кстати, написано еще два учебных пособия, просто даже не помню, я в титул их сбрасывал или нет. Это учебные пособия для учителей. Я думаю, что… Просто не помню даже. Я не думаю, что это… Мы сможем подбить. Но я думаю, что сначала эти. Вот. А потом, кстати, также я надеялся, что учебные пособия будут очень популярны, понравятся людям. И, может быть, на основе этого, опять же, я не исключаю открытие сети школ уже по России. Это здорово. Ну, это вот как раз в плане педагогики. Но осилить бы все. Ну, и плюс ко всему, конечно же, я, как вам сказал сегодня, у меня есть большое желание, опять же, прославить в том числе и свой вуз, с военный университет мой любимый, и в том числе побольше пообщаться с Алексеем Васильевичем Конобеевым в качестве наставника, потому что очень хочется написать кандидатскую диссертацию. Материалов очень много, наработок очень много, просто нет времени. Я очень хочу. Я надеюсь, что, может быть, через полгода, через год я все-таки займусь этим. Никуда не денется. Пока не сделаю, не успокоюсь. Благодарю вас, Виталий Александрович, что смогли уделить время. Прежде всего, от своего лица, я думаю, да и от лица подписчиков и учителей иностранных языков хотелось бы вам пожелать успехов в вашей профессиональной, творческой, семейной жизни, чтобы вы развивали всячески, нас радовали своими какими-нибудь интересными новинками и, конечно же, большого человеческого счастья. Допоминаю, что сегодня у нас был Виталий Александрович Чаркасов, преподаватель английского и немецкого языков, автор ущербного пособия по английскому языку New English Way, создатель школы английского языка. Благодарю вас всех за внимание. До свидания. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»